Если я не ошибаюсь, 26 июня 2025 года, суббота. Как у Бога, все осуществленное я хочу показать. Под утром. Сегодня мы допоздали немного. 20 минут прошло. Я попросил меня подождать. Почему? Звонок был. Прелывается встреча, и я мигом уехал отсюда. Вчера я сижу, за компьютером после уже. Дело 9 часа вечером. И вижу, интернета нет. А там поглянул, где у меня связи вообще никакой нет. В компьютере не работает. И потом я решил перезагрузку сделать. А программисты говорят, там написано перезагрузка. А лучше, если ты выключишь. Ну, ты там две. А потом включишь. Это лучше, говорю. Я так и делаю. Там пуск. Нажимаю не тут на процессоре, а прям там. Включать. Нет. А там запасная кнопка есть такая. Не ткнешь, и она тогда нету. Я туда-сюда раз-другой пошел. Там выключил полностью. Здесь все сделал. Нету. Нажимаю на клавиши. Нету. Тогда вот я прибежал сюда. Володю найти, в чем дело. Посмотреть. Потому что сам-то не разбираюсь. Ну и узнал вот брат Николай. Он забеспокоился. Везде успел сообщить. И все. То есть показал активность такую. Ну, сам начал там что-то делать. Смотреть. Где выключается. Нет. Связался даже кто-то из вас со всеми и прочее. Не направили. И все. Погашил. Я тогда из сети вырвал. И лег спать. Что за этим идет? Вот почему? У меня ни разу в жизни этого не было. Чтобы процесс-то работал в мониторах еще. Не было ни разу. Но что за этим? Я не знаю. Я ничего не стал делать. Сядь, Анатолий. Посиди спокойно. Я сказал сядь. Даже никак не отреагировал. Это дух какой в тебе сидит. Ты даже в гостях у меня. И знаешь, что мы не на равных разговариваем. И все равно ты стоишь колупаешься. То есть ноль внимания. Мои слова тебе не нужны. Ты мне нужен, а я тебе не нужен. Вот какая ситуация. Даже вот смотри. И предложение не окончилось. Вот не может молчать. Тебя раздирает этот звук. Злой демон говорливости. От языка все гибнут. Это одержимость. Ночь проходит. А у меня-то горит. Крупные цифры бегут. Время такое. Я грамм такой. Ну еще есть. Второй час ночи. А сегодня нет. Мне надо включать. Смотреть на телефон. Да не заберешь. Что за этим? Я не знаю. Оделся. Помрился. Опять лег. А Статьяна никогда не ошибалась на целый час. Звонит. Меня нету. Она вводит меня. Как бы. Но она меня застает. Только один раз посели за столом. Володя. Володя говорит. Посмотри. Время-то какое. А время-то три часа. Ой-ой-ой-ой. Это тоже что-то значит. Адог она ослепляется здесь. Ослепляется так. Вчера мы работали на Симаковском кружу. Завези туда жерни. Так называемый лагерь. И мы продвинулись вперед сюда. А плетенька плетенеющего. И там вообще в многом завезли веток. Сучки. Кривые. От клена. Ну толкаем там как-нибудь лишь бы залатать. Но когда земля будет идти сюда. Мы маленькие болельщики будем делать из соломы. И запечатаем. Главное волна не будет разбивать. И это кончилось. Даже этого тоже нет. Теперь надо там подобрать куда-то. Деть. Не знаю еще. Может даже сжигать придется. Ты ложишься спать тебе. Мне задача кончить. А где взять? Я быстренько по окрестности. Ага. Вчера мы делали тут. Брали тут. Попадали хорошее. В одно место носили. Всю эту кучу веток. Размонтировать. Найти которые прямые и длинные. По полтора, два метра сделать. Обрезать. А другие пометую. Которые здесь. Так. Куда туда? Николай. Так. Где у тебя? Который давал тебе? Тап. Вот я так и подумал. Я еще не видел. Думаю. Нож не принесет. А мне позвонили в колокольчик. Я все бросил. Как вы говорили. Побежал. Тихо. Не кричи. Я слышу. Все бросил. Но не инструменты. Бросил работу. А инструмент должен быть на месте. Я делаю молитвную ставку. За обедом. Когда незаконченная случайность трагедии. Стоившая до ста жизней сразу. Я назову два только случая. Один который я из интернета узнал. А другой лично. Со мной водой камерой. Он сказал. Ну тише. Ты можешь тихо сделать. Там все пишется на весь мир. На то и сутки. Ну что ты как ребенок. Наклонился еще поближе. Чтоб слышали какой он богатый сопляник. Лозин Анатолий Максимович. Преподаватель второй группы космонавтов. Очень умный человек. Я от него кое-что новое узнал. Я тебе все к месту говорю. Он рассказывает. Случай был у них в летном училище. Одно время я был начальник летного училища. Ремонтирует. Ремонтирует. Ремонт набегали. Что-то там проверка идет. Крылья и прочее. Звонок. Подержали. Ничего не сказали. А он не докрутил две гайки. У крыла. Почему? За обед. Ну я пойду, я сделаю. Еще не сразу же. А его послали в другую работу. А я там забыл. Малой парень-то. Хороший курсант. Отличник такой. Испытать надо самолет. Он сказал. Он садится. Даже не просился. И еще нету. И как только взлетел. Крыло отвалилось. Он пошел в бинток. И конечно он погиб. Из-за чего? Из-за такого вот болтуна. Ничего уже не вернешь. Уже ничего нельзя сделать. Добывают нефть. Газ. В море. Показано, как трудно это было делать. Как это в вышку устанавливали. Ремонт идет. Точно так же не накрутил одной гайки. Огонь видимо был. Он оставил. А в это время там наполняется газом. А в это время включается электродвигатель. И скра. И их отрезало наверху. А вокруг моря. Электростанция все внизу. Связи никакой нету. Огонь подбирается к ним. Это большая, огромная аудитория сгорела. Сгорело. Сгорело. Там просто строительство настоящее. Все сгорело. Из-за чего? Из-за гайки. Я посмотрел, а Анатолий, похоже, все принес. Принес, поставил два топорика там и ножовка. Я правильно говорю? Так точно. Точно. Видишь как? Ты оказался здесь не на уровне совсем. Никак. Я тебе сказал разобрать кучу. Заметь, четко. Вытащить там прямые идут где. Ну и все. Прихожу, тебя на кучи нет. А ты уже там вошел. А там у нас снова другое мнение сказал ничего. То есть ты мое задание, которое я дал, решил улучшить. Это в Библии сказано такое. Возьмешь город, предай смерти все. Возвращается Самуил. Все сделал как? Да, сделал. Саул говорит. А что это за блеяние овец, вывышание быков? А это я самое лучшее отобрал Богу в жертву. И он дальше говорит. Непослушание такой же грех, как волшебцы и толпаковцы. Бог отнял от тебя царство. Да я, разговор уже окончен. Уже ты не царь. Дальше ты погибнешь, чтобы убийцы. Сыновят или все погибнут? Моисей из бранией Божьей. Лицом к лицу, говорит Бог, я разговаривал с кем, когда только с Моисеем. И когда народ требовал воды, Господь сказал, скажи с колесией, скажи с колесией. Все. А народу говорит, неужели из этой скалы я должен? Пять лишних слов. Бог сразу сказал, не пойдешь в готовную землю. Вы понимаете, как их надо навыку иметь? С чего тебе ради было туда идти лучшее искать? Это не послушание. Это лучшее, тем более носит на себе оттуда. Когда мы поедем мимо и все заберем. Вообще не надо трогать. Потом ты пойдешь и сложишь. И что от них? Вот такой велесины оставлять в рост человека. В рост человека. Который внизу будет отрубать. Ветки, которые меньше метра все отрубать и в отвал. А которые около метра, значит, лишние всяких веточек отломить, как мы сейчас делали, это вставлять будем. В этом я даю задание ветла здесь. Он ивой называет. Вырубить все надо. Вырубить, а топорик один. Где большой топор? А нету. Его зарыли там. Кто еще на топор там зарыл? Зарыл. Чего ради? Когда я перезнал, ты бы спросил. Володя, инструмент топоры брать свой. Поперек сделали, он не находит. А топорик-то маленький, а это ива, она упругая. Нет, мне пришлось идти к себе, такой же топор принести, дать ему. Ему наказываю. Анатолий, ты берешь и сразу складываешь, а потом охапкой туда поднимешь. Он две-три ветки свяжет, они топают, подошел, положил. Опять. Я второй раз ему говорю. Что ты под две ветки? Не надо, успокойся. Как тебя разжигает это? Я делаю разбор. Выскочки несчастные. Ничего интересного делать, они движутся. Я прожду. Самые большие-то остаются там. Пошел, нашовка лежит здесь. Вон я забыл. Я положил, тут уже около колеса бросил. А там можно было отпилить. Он не может отпилить. Он уже делает по-своему. Я принес большой топор. Несколько взмахов и самые большие ветки отрубленные. Надо длинный черешок такой там рубить. Ну, который зарыли-то. Зарыли. И он лежит мертвым. А он тут нужен. Ну, через это кое-что мы нашли. Теперь я ему показываю, как. Понял или не знаю. Кривая здесь ему придется обрубать. Возьми там на любом. В ремне можно отрубить. В самом начале его нельзя воткнуть. А потом в рост человека сучки все убрать. А которые сучки-то эти отрубил. Которая макушка. На них лишнее убрать. Чтобы она ветка была голая. Около метра. А это два метра. А это не два метра. А метр там семьдесят. Кто правильно сделал? Не знаю, как сделал Данил. Вы говорите, я сделал. Так ли он сделал? Нет, я проверять уже не мог. Ему сказал в отдельном месте. Там клёрки где-то. У меня забота как вывезти. На тележке не навозишься. Володя говорит. У него этот мотоблок. Я называю Дранбулет. Там что-то не ладится. А вроде ладится. На нём возить. Ну что ты на нём в этой чашке? Нужна машина. Я думаю, я поеду к Игорю. И в пятистю к ногам его брошу. Ему некогда. Но дождь всё размощил. Он там ремонтирует. Вывезти надо нам. Тебе требуется не больше полчаса. И в это время звонит батюшка. Вот как одно к одному. Никогда батюшка не звонил. Никогда у меня с компьютером так не было. Единственный случай. А наможник собачки есть? Есть. Привези. Приезжает ветеринар. Операцию будет делать собаке. У неё вот такой вот. Вот я покажу. Вот такая вот штука. Под брюхом болтается. Мастит там что-то и есть. И она нормально ходит. И батюшка когда говорит. Что ведёт его из Барнаула Виктор Кириллов. Он даже начальник какой-то организации. Где он компьютершит. Отошли наши общины. Значит с этим созвонились. Раз. Виктор ни разу тут не приезжает. Второе. Я говорю. Батюшка ты на меня выведешь. Да ему некогда. Батюшка. Ты почему так? Я же не говорил ремонтировать или что-то быть. Совет нужен. У него опыт есть. Алексей приезжает. Опыт не помешает. С батюшкой опять слизнулся. Батюшка. А вот Виктор Кириллов приедет. Можно тут снять будет? Ну что ты всё снимаешь? Что другое? У батюшки опыт нулевой. У него ни одного повалика нету. Вообще некого там опросить. И он в прошлом году говорит. Вот каждый год кричу. Там десять. Сколько людей. Ни одного не пришел через меня. Я просто кричу. Я говорю. Ты же не знаешь кому что понравится. Миллионная аудитория у меня. Почему понравится? Он через это увидит. Как надо поступать со скотиной. Я уже не стал спорить. Нету. Еще пропала одна тема. Вы отвечать будете все за это делать. Тебе Бог дал талант. И ты его не развиваешь. Кое-кое как ему там подарили. Я этот блин называю. Плашет. Как блин какой распущенный. И такие же друзья. А которые занимались много. Компьютером. Кто другие это. Почти все отлученные. Где головин? Где каскун? Где этот мах? Где этот... Как он назывался? Киперфидосов что ли там. Где они? И сам снятый. Потому что тот кто в интернете работает. Он не может выбирать. Он берет все что можно взять и показать людям. И человек определить надо или не надо. Врач не может изучать одну болезнь. Изучает болезни которые никогда ему не встретятся. Он должен знать это. У священников опыта нет. А я знаю которые в интернете. Они косвенно коснулись патриархами. Все исчезли. Все которые поднимали голос на Путина. Которых я знаю. Никого нету. Где Немцов? Где Левашов? По порядку буду говорить. Я называю ни одного, ни два человека. Это люди которые... Петров генерал. Немного внезапно умирает. Внезапно исчезает. Это ни один, ни два. Я не знаю почему. Я знаю что это так. Нужно в отборство там. Чего я потянула. Вдруг тащила на Путина. Какая-то болячка маленькая на ноге. Все из больницы уже не вернулась. Я перечисляю людей. Которые нам хорошо известны. Вот Березовский. Ну награбил. Ну миллиарды. Ну блудец полно у тебя. Успокойся. Мне это сместить надо Путина. И в Англии кто-то его достал там. Задушили и все. И миллиарды пошли никуда. Блудецы делят. Я называю людей конкретных. Не прикасайся к этим людям. А если прикоснулся с божественной стороны. Это же сегодня обвинение против Лукашенко. Это же обвинение против Рамзана Ахматовича Кадырова. Все противники его исчезают бесследно. По всему миру разосланы. Те которые поднимали руку на Сталина все исчезли. Ну троски такой там. Все равно подослали нашли. Своего Меркадера. Который проникает туда и ледорубым рубит его. Слышал? Все. Ему тут присвоят звание героя потом. Он и стал отожжать. Его убили как Александр Мения. Я просто вам напоминаю. Батюшки на морде. Он идет с собакой был на рыбалке. Рыба только мелкая. Я говорю мы не ловим, мы ты не ловим. Да я его пропускаю. Зачем это пруд? Но дело в общем. Я говорю давай мы испытаем на собаке как вы. Да она не дается никак. Испытаем давай. Какой стороной поворачивать на морде имеет значение. Вот это означает прищепка за ошейник за кольцо. Чтобы она его не сдернула. Да она не дастся. Так подводи сюда собаку и раз и наборник надел. А ты говорил не дастся. Все. Значит одну преграду сши. Ну дальше то собаке не давайте снимать то. Она может затянуть и ошейник подтянула. Она так и сделала. Ошейник подтянула и это сбросила. Я говорю как только надевается сразу укол ее. В это время держит за лапы ее. Иначе у вас еще не будет. Едет Витя программист. Едет сегодня Алексей. Я тороплюсь к Игорю. Пришел к Игорю так и так. Ну я говорил вам к обезете тоже. Говорил же не вчерашнее. Ааа. Я говорю которые известно привозили полное. Я говорю к десяти. Звонок дадим. Подъедешь. Какой разговор. То есть я договорился здесь устроен. Здесь сделаю вам разборку. Это моя работа до завтрака. Ты понимаешь нет? Если ты хочешь быть нормальным руководителем. Бери пример с других. Не с меня. Но качества которые я говорю они должны быть в тебе. Ты должен вперед смотреть что будете довериться Богу. А что вы делали? Отключил. И стал молиться. И сегодня все события к этому идут. Что? Что то буду делать. Так. Сейчас найдем места. Когда зовут где то значит не бросать никогда инструмент. Анатолий правил здесь оказался. Ты принял свой инструмент. И ветки которые я говорил. Все понятно. Которые ветки длинные и в конце заворачивали. Этот косой угол отрубить. А остальное в рост человека. Который самый корень толстый. А которые остались ветки. Не меньше метра ветки. Из них лишнее отобрать. Чтобы они были голые. И вот сюда вот вынести. Где то тут. Внутрь или рядом. Мне нужна машинка. И мы сейчас пойдем крошить молодые клёны. Которые у меня есть. Все спилить. И сразу из них сделать готово распилишь. И все. Все оставить. Вопросы. Вчера было на ладонь выше роста человека. Вы показывали. Ну да. Сделать так и выше. На ладонь выше. Выше роста человека. На четверть. На 20 сантиметров. Потому что. Где я говорил. Когда в рост. Там твердая не шла. А когда наши большие. Там в няшу уходит. Я сначала бил там. Кто-то помогал. Кто ты? Ну не знаю. Не помню я. Кто-то помогал мне. Кто-то отставлял. Я сказал. Не надо. Она там идет конца. Не видать куда. Она сквашенная. Обстановка меняется. Меняется и указания. Так. Ко мне вопросы. У нас там еще. У Андрея Устинова. У свиней лежат кучи. Кучи. Мы не увезли их. Я не знаю. Там есть лещи. Такие. Чтобы были они ровные. А они длинные. Большие. Всякие. Значит. Перемолгать ей кучу эту. Он может подъехать. Так что. У Андрея. Тут мы все вывезли. Которые мы сейчас напилим. Главное будет то. Что мы сейчас будем пилить. Вы этим займитесь. Вытащите. Анатолий. Тебе все ясно? Ну я этим. Подтащи. Возьми какой-то. Оттуда закончил. Больше никуда не иди. Обработай это. И сразу переходи на помощь вот ему. Так. А ты. Идешь с нами вместе. И готовы. Будешь уже обрабатывать. Понял? Готовы. С моими то я еще не закончил. Своими. А не закончил. Закончили. Вынеси оттуда. Сюда. Вынеси. Этим заниматься. Там же где я эксплуатировал за парниковой. А вот здесь. Принеси сюда. Тебе легче. Ты на глазах будешь. Так. Мы сейчас расстаемся. Ну фактически два часа в нашем распоряжении. Еще там где строение вот это первое. Потеряевское. Вы показывали нам там где подземный ход. Там тоже ветки у нас сложены вдоль. Тоже длинные подходящие. А ты где? Ну вот где? Склады. Склады. Там подходящие ветки сложены. Мы вдоль складывали. Они хорошие длинные. Вот такие вот. Вытащить надо. Вытаскивайте сюда с этой награды. Он поедет и мы заберем. Мы сегодня должны заготовить столько, чтобы было нам закончить и оставить то, что дальше будем делать. По коням. А кони это мы. Аминь. Так. Субтитры сделал DimaTorzok